На календаре еще осень, а на улице вполне зимние морозы. Ранняя холода этого года заставили мобилизоваться энергетиков, дорожные службы и коммунальщиков. Любые аварии в сфере ЖКХ при минусовых температурах чреваты нарушением системы жизнеобеспечения. Решения должны приниматься в считанные минуты. Дозвониться в центр обработки вызова в системы 112 с мобильного телефона можно в любое время суток. Единый номер спасения объединил не только полицию, пожарных, медиков и службу газа. Попросить об оперативной помощи можно и в случае аварии на объектах ЖКХ, проблемах с электро- и теплосетями. Подробности в сюжете. Центр обработки вызова в 112. Слушаю вас. На одно телефонное обращение по нормативу отводится 75 секунд. Во время звонка диспетчер вносит данные в электронную карточку тревожной ситуации. Разговор еще не окончен, а сигнал тревоги уже передан в оперативную службу, введение которой находится решение той или иной проблемы. Специальная программа фиксирует все. Отслеживается время выезда подразделения на ликвидацию, когда они приступили, когда они вернулись и результат. Принять и переадресовать экстренный звонок только часть задачи. В центре обработки вызова в системе 112 тревожное обращение остается на контроле у операторов до тех пор, пока проблема не будет решена полностью. Будь то прорыв трубопровода, отключение тепла или электричества. Население области, которое увидев, заметив нештатную ситуацию, там течет вода из колодца или где-то там на поверхности выходят стоки, незамедлительно сообщит, тем самым эта нештатная ситуация зафиксируется и в дальнейшем уже будет доведена до аварийных служб. Служба организована по принципу одного окна. По короткому номеру 112 можно сообщить о любой проблеме, требующей немедленного решения. Ежедневно операторы колл-центра принимают более 500 обращений, и большинство из них, как ни удивительно, связано с вопросами ЖКХ. А значит, такое взаимодействие коммунальных служб с диспетчерским центром системы 112 насущно необходимо. Наталья Вноградова, Дмитрий Коваленко, Новости Мира Белогория. Дмитрий Коваленко, Новости Мира Белогория.